Всем привет, друзья, вы на канале Кибриотики. Друзья, мы сегодня решили провести выходные в отеле. Мы вошли уже в один из ресторанов. Здесь и олива куча, и разных ингредиентов для салатов. Смотрите, огромнейшая зона, много лежаков. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. В принципе, вот такая территория. Сразу впереди открывается вид на море. Всем привет, друзья, вы на канале Кибриотики. Друзья, мы сегодня решили провести выходные в отеле. Мы подумали, что прохладно, сейчас у нас так как-то похолодало. Решили погреть свои попки в спа и побыть просто в семье в выходные в отеле. Приехали мы в Лимаак, это пиццерзвездочный отель, кстати, унтро инклюзив. Здесь на два дня получается на нас, потому что все спросят, стоит 2600 лет. Ну, 170 долларов. 170 долларов где-то так. Вот, так что немножко покажем, да? Немножко покажем, какие отели у нас на Кипре. Он уже тут встречает какой-то красивый понтан. Дочь, ты довольна? Да. Да, здесь очень довольны. Для них еда, все включено, когда это прикольно, конечно. На территории отеля также есть еще казино. Ну, в принципе, во всех отелях, в северной Кипре крупных, есть казино. Это на нашей стороне отель, это не страна гирная, это получается. Район Бафра. Район Бафра и, соответственно, как бы... Спасибо. Спасибо. Семья, чьи рамы, чьи рамы, чьи рамы, чьи рамы, что он готовился. Так, идем по коридорам к нашему номеру. Такие мягкие ковры лежат. Мне нравится, что тут такие просторные коридоры. Места хватает. Я так понимаю, это двери, ведущие в номера. Ну что, друзья, это наш номер 5225. Там наши уже девчонки есть. Вот, кстати, такой огромный коридор. Номер, получается, для семьи с двумя детьми, для двух до четырех человек. Что у нас тут есть при входе? Шкафчики, сейф, полки. Вот, видишь, тапочки. Так, тапочки есть, большая просторная ванная. Сейчас покажем. Ой, девочки, подождите. Санузел. Короче, я уже начинаю как этот. А как недвижимость показывать вам? Сейчас покажи, вот, детей. На ме-е-е-е! Девчонки вообще довольные, просто тут орали. А, вы легко знаете. Все, это мне. Короче, ну, просторный номер, мне нравится. Кровать, это полуторка, да, одна. И вторая такая двуспальная, большая кровать. Вот так красиво все обрамлено. Да, вот занавесками. Опять же, такой столик. Зеркало. Все это разграничено в спальне. Зона разграничена от зоны гостиной. На самом деле, приятно. Мне очень даже нравится. Потерялся, да? То есть, да, ну, это 5-звездочный отель. Сейчас мы покажем вам террасу, как выглядит внутри территории. Кстати, красивая большая терраса здесь. Вот для отдыха. Это очень здорово. Смотри, как здорово. Правда, у нас морг холодный. Да, сейчас прохладно, но вообще... Австралия, наш зон, бассейн и выход на море. Слушай, ну, здорово, я тебе скажу, вот, как бы для приезда, когда, да, вот такой вот... Да, шикарно. Внутренняя территория, она вроде как бы небольшая, но в то же время очень даже так все... Нет, все грамотно располагается. Бассейн, которые мы потом еще побываем внутри, где вот эта закрытая часть, здесь спа. Покажем вам хаман тот же самый. Ну, и мне нравится терраса. Здесь терраса классно, Вик. Посмотри, она такой прямой квадратной формы хорошая, и она, то есть, ну, не маленького размера, вот очень удобно сделана. Так, друзья, мы вошли уже в один из ресторанов. Они вообще работают по определенным часам, то есть, например, если шведский стол, да, открытый стол в одном ресторане, там, например, с часу до трех часов один ресторан работает, другие рестораны работают в другое время. Сейчас вам еще покажу, как это все выглядит. Ну, вот, собственно, этот открытый шведский стол, можно подходить, выбирать что угодно. Здесь и олива куча, и разных ингредиентов для салатов, можно составлять свое. Разные подливы, опять же, такие салатики, какие хотите, все свежее. Плюс дальше идут уже прям стол со сладостями, можно брать. Ну, смотрите, всякие мармелады, соки натуральные, свежевыжатые. Так, Вика уже что-то выбирает, да? Картошка, фри. Это какие-то пельмени, Вика, походу, больше на похоже на пельмени. Капуста? Ты хочешь макароносить, да? А это макароны, да, с подливой? Ты сам поделила. Там тоже есть такое, да? Смешно. Здесь что-то такое, макароны с каким-то пилав. О, и даже пицца. Друзья, даже пицца есть, пожалуйста, можно выбирать. Так, что у нас тут находится? У нас находится что-то тут, получается, какие-то грибы, да, получается, с мясом? И-и-и-и. Обычный рис. Здесь находится, опять же, мясо. Какая интересная тема. И еще вот такие помидорки. Я не обращаю внимания, тут есть 4 языка на выбор. Английский, немецкий, русский. И пописи, что это у нас такое за еда. В общем, я выбрал еды, но у меня, честно говоря, глаза разбегаются. Там еще очень много-много блюд осталось, которые я даже не попробую, скорее всего. Но, в принципе, время есть. Ну и, конечно, смотрите, есть для деток отдельное помещение, где они могут сесть за свои маленькие стульчики, столики и покушать, посмотреть разные мультики. И где-то еще есть, знаете, что тут? Игровая комната. Так, мы уже вышли. Очень плотно поели, покушали. Чивасы стоят. Вообще, вот тут витрина спиртных напитков. Зона для отдыха. Поднимаемся по лестнице на второй этаж. Красивая лестница, широкая. Просторные залы. Вика увидела макароны? И вы нервались. Смотрите, сколько всяких закусочек интересных. Ладно, мы пойдем в свою комнату отдыхать. Банда сумаистов идет, короче, на соревнования. Мы идем уже в зону спа. Вокруг такая красота. Сейчас посмотрим, что там находится. Ого! Бассейн здоровья. Смотрите, огромнейшая зона. Здесь можно кофе попить. Много лежаков. Доченька, как тебе там? Да. Мы побывали уже в спа. Вернулись обратно в номер. Помылись. Здесь милашка уже что-то рисует. Что-то нарисуешь такое. Какого-то... Чупакапли рисуешь? Вика, как тебе вообще спа? Баня как-то слабенько топит. Но просто как бы приехать, отдохнуть. Круто. Немножко сменить обстановку. Ну, у меня вообще по сервису... Ну, сам отель по сервису, да. Хороший. Отель действительно хороший. Я думаю, что будет... Ну, стоит сюда приехать. Я просто не знаю, сколько здесь будет лет, или как это. Но достойный отель. Доброе утро, друзья. Мы проснулись. Ну, как проснулись? Проснулся только я. Вика. София уже побежала на завтрак. Не дождалась никого. Вилашка пока еще спит. Вот. Сейчас минут... Минут 20-30. И мы уже сходим на завтрак. Я покажу, что там. На улице погода дождливая. Вот. Но, возможно, даже прошел где-то был дождь. Смотрите, какие тучи. Вот. И это март. Короче, погода немножко испортилась. Вот. Но, надеюсь, еще через недельку-две, и уже все восстановится. Вот, посмотрите, как затянуло небо. Судя по дорожкам, видно, что прошел хороший дождь. Но, честно, мы спали, что я даже не слышал его. Друзья, мы пришли с вами на завтрак. Выложили много булочек в завтрак. Посмотрите, и багеты, и батоны, и все, что хотите. Давайте посмотрим, что у нас есть. Сухарики. Ой, что-то такое. Солености какие-то. К завтраку. Сыры. Многообразие. Многообразие, разнообразие сыров. Потом яйца. Хлебцы. Хлеб с этим грецким орехом. Набор разных колбас. Ну, колбасы турецкие, они, честно говоря, не очень вкусные. Не нравятся ни мне. Опять же, идут сладости. Хлебцы, финики, сухофрукты, йогурт, соки, абрикосы. Печенье. Так, наборы роллов. Набора треугольных берегов с сыром. Опять же, жареная выпечка. Какие-то, ну, такие пончики, шпинат какой-то. Диозлемеса с сыром. Яйца. Такие, вареные. Яйца жареные. Молочный омлет. Запеченный картофель. Есть даже какая-то турецкая яичница. Есть у нас сыр халуми в панировке. Потом, вот, хлебцы с таким сыром халуми. Яйцо жареное. И у нас какие-то панкейки, в общем, блины. Здесь у нас спрятались сосиски. Потом суджук на гриле какой-то. Каша. Овес с молоком. Здесь находится у нас тушеный картофель. И грибное сатэ. Друзья, фрукты куда без них. Ну и разные такие вкусности. В целом выбор нормальный. О, даже небольшие гамбургеры есть. Так, друзья, после завтрака мы уже немножко решили посидеть на диванчиках. Вот на таких отдохнуть. Я сейчас пойду и покажу вам, что еще здесь есть в отеле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Здесь есть кофейня. В принципе, по меню она повторяет то, что есть у нас столовая. Сейчас они вот на витрине уже нету всех сладостей. И покажу вам вообще вид на территорию самого отеля при дневном освещении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В принципе, вот такая и территория. Сразу впереди открывается вид на море. Сам отель, его часть, скажем, которая видна с моего места, выглядит вот таким образом. Внизу находятся, опять же, столики. Вся площадка с бассейнами, с аттракционами и прочим находится в той части. Вот территория до самого моря. Она, на самом деле, не маленькая. Пребывание в отеле завершается в 11 часов. То есть мы сдаем номер. Но после этого мы просто можем находиться на территории отеля до 6 вечера. Мы планируем сейчас пойти опять в зону спа, провести там время, сходить на обед, ну и потихонечку уже собираться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и пишите в комментариях, интересно вообще вам смотреть такого плана информацию про отели, которые находятся на Северном Кипре. Если да, то в какой-то период мы запланируем и съедем еще какой-нибудь один интересный отель. Я вам обязательно его покажу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok